Девушки отдыхают Я приветствую всех миром Господа Иисуса Мы особенно приветствуем тех, кто получил приглашение Кому прислали линк, чтобы быть с нами на этом богослужении Поучаствовать в нашем служении на YouTube, на Facebook, на радио Манаим Для нас большая радость, что вы сегодня с нами И мы сейчас помолимся Господу и попросим у Него разрешения войти в Его присутствие Потому что это ночь молитвенного служения И Бог хочет благословить нас Мы встанем на колени вместе с церковью А вы чувствуете себя свободно, как вам удобно Если желаете, вы можете склониться вместе с нами Для нас это большая радость Что мы вместе можем молиться Богу Бог всемогущий, к Тебе мы взываем О силе, которая в крови Сына Твоего Иисуса Христа Исповедуем грехи наши Пред алтарем Твоим И просим прощения Чтобы общение наше могло быть восстановлено в этот час Посети нас этим вечером Мы молимся к Тебе во имя Господа Иисуса Аминь Можете присаживаться И сейчас мы вместе с вами споем Псалом в прославлении Господа И вы можете уже молиться Принося жизни ваши Нужды ваши пред Господом Такой, какой я есть Вот я Господь Ибо Твоя искупляющая кровь Пролитая загрешника Дает мне возможность Спаситель приходить к Тебе Такой, таким, каким я есть Больше ничего не ожидая Чтобы жизнь моя сама могла как-то улучшиться Только на Тебя хочу я уповать О Спаситель К Тебе я прихожу Такой, какой я есть Без сил И ты можешь заполнить Все мои пробелы И все то, что мне Чтобы я заслуживал Несмотря на это О Спаситель К Тебе я прихожу Я знаю Ты примешь меня Таким, какой я есть И ты очистишь душу мою И покроешь меня Своей любовью О Спаситель К Тебе я прихожу Слава Иисусу Братья и сестры Мы уже в присутствии Господнем И сейчас мы Помолимся Один из пасторов Поведет нас В этой молитве Приносите свои жизни Ваши нужды Пред Господом Господь и Бог Мы взываем к Тебе Божией О силе Которой в крови Иисуса Мы молимся К Тебе Божией Об этом моменте Пандемии В которой мы живем Чтобы Ты Господь мог Сохранить народ Твой И всех тех Кто проходит Трудности Нужды Борьбу Болезни Мы просим Господь Пошли помощь Твою Исцеление Твое Освобождение Твое И мы молимся Чтобы рука Господня Усмотрела Все необходимые Ресурсы Для всех тех Кто проходит Трудности И проблемы И да будет Рука Твоя Простерта Чтобы благословлять И давать победу Народу Твоему Мы молимся Во имя Иисуса Аминь Слава Иисусу Да будет прославлен Господь Мы в присутствии Божьем И мы зачитаем Текст Священного Писания Для Основания Для всего Этого Богослужения Бог будет Говорить К нам Оно Находится В первой Книге Царств В первой Главе В 27 Стихе Здесь Здесь Также На экране О сем Дитяти Молилась Я И исполнил Мне Господь Прошение Мое Чего Я Просила У него Этот Стих Результат Молитвы Молитвы Женщины По имени Анна Она Увидела Ситуацию Народа Господня Они были Без Правления И она Решила Молиться Господу Просить Чтобы он Дал Сына Мальчика Молитва Должна Иметь Цель И она Попросила Бога Сына Она Попросила Дитя И чтобы Это было Сын Это было Желание Ее Вот Которое Трудно Было Очень Испомнить Потому что Она была Бесплодная Она не Могла Забеременеть Родить Но она Знала Что Вмешательство Господне В состоянии Изменить Всю эту ситуацию И она Помолилась Богу Она Попросила Бога Она Воззвала К Богу И Господь Услышал Молитву Ее И здесь Она уже Свидетельствует О всем Дитятем Молилась Я Иногда У тебя Есть Просьба Молитва Нужда Иногда Ты считаешь Что это Невозможно Но Этим Вечером Принеси Эту Нужду Пред Господом И он Услышит Молитву Твою И ответит Тебе Да Взойдет Молитва Моя Пред Лицем Твоим Как Фемиам И да Будут Воздетые Руки Мои Как Вечерняя Жертва Услышь Меня Господь Преклони Ко Мне Ухо Твое К Возванию Голоса Моего Когда К Тебе Взываю Я Не Позволяй Мне Идти Без Присутствия Твоего О Господь Бог Мой Да С тобой Пойдет Мое Присутствие Чтобы Дать Тебе Покой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь показал семью которые отошли от присутствия Божьего оставили функции которые они исполняли в церкви но они участвовать начали в богослужении онлайн и одна слуга пригласила их вернитесь в церковь на богослужение эта семья проходит большие финансовые трудности даже базовых ресурсов у них нет и Бог говорит на следующей неделе я усмотрю ресурсы и исцелю одного родственника вашего который болен и Господь также показал семью одну которая без общения с Богом без радости от Духа Святого из-за той горечи которая в сердце матери и дочери которая уже молодая девушка и Бог говорит вам нужно примириться простить друг друга чтобы вы могли наслаждаться благословением мира и радости в доме и вы получите полное духовное обновление слава Богу так хорошо так замечательно слышит голос Божий как Бог говорит к нам поэтому мы будем прославлять Бога Псалмом откройте сердце свое прославляйте Богу участвуйте в этом особом моменте который Бог действует в сердцах ваших когда я говорю с Богом у меня текут слезы так сильно вокруг меня присутствие его в мире я ложусь и засыпаю ибо в объятиях его я обрел покой и встаю рано просыпаясь потому что я знаю что Господь Иисус поддержал меня когда я говорю с Богом свет окружает меня и переносят меня в вечность я нахожусь в плане Божьем и я прошу каждый день Господа моего чтобы Он спас семью мою чтобы мы могли вместе славить доброго пастыря который заботится о нас с такой любовью который заботится о нас с такой любовью слава Иисусу сейчас мы послушаем еще некоторые духовные дары и Господь будет действовать будет говорить к сердцам нашим Господь Бог открыл что в одной паре семейный конфликт потому что муж уже 6 месяцев не работает и жена оплачивает счета в доме и это беспокоит и мужа и в дом трудности приносит и печаль детям которые подростки уже на этом богослужении Бог благословит их даст мир, общение и что в этом месяце Бог откроет дверь для работы, для мужа Бог также сказал что женщина одна скорбит и печалится потому что у нее дочь которой 7 лет она разведена с мужем она не знает как быть и мамой и папой этой ребенку и Господь говорит я дам тебе благодать воспитать и вырасти дочь ты в присутствии моем ищи моего лица в молитве и я дам тебе мудрость через слово моё такое послание от Бога для этой сестры сейчас мы споем еще один гимн Господу за все что Бог совершает с нами в нас за эти благословения которое он изливает на свой народ в этот час давайте прославим имя Бога приди Господь и посети виноградник твой который ты насадил в наших жизнях десницую своею приди Господь посети виноградник твой который ты купил себе свою драгоценную кровью приди и посети меня о приди очисти меня исследуй сердце моё и дай мне твое святое прощение и дай мне обрести покой в тебе Господь я хочу быть твоим возлюбленным слугою потому что я уповаю на силу твою о Господь мой Иисус и сила эта бесконечна для меня и она дается всякому верующему о приди и посети меня о приди и очисти меня о приди и очисти меня и следуй сердце моё и дай мне твое прощение о м... о м... о м... о м... о мне о для... Слава имени Господню! Слава Иисусу! В данный час мы послушаем еще некоторые духовные дары. Господь знает сердца ваши, и Он будет говорить в соответствии с вашими нужными. Господь показал семью, которая состоит из пяти человек, каждый член этой семьи без работы. Эта ситуация настолько печалит, беспокоит их, как они будут оплачивать счета. В конце, во время молитвы с рукоположением, Бог говорит, что он усмотрит для этой семьи благословение работы, для каждого. И эта семья прославит Господа за избавление данное им. Бог также открыл, что одна пара, у них дочка молодая, они проходят испытания в браке. И Бог открывает, что семья, она проходит через эти трудности, из-за тех программ, которые они смотрят, и которые приносят угнетение духовное в дом. И во время молитвы сегодня Бог даст освобождение, победу этой семье. Но семье нужно бодрствовать, чтобы никакие нечистые программы не входили в дома их. Сейчас будет особый момент. Это мы зачитаем пастырское послание в этот период пандемии, социальной дистанции. Пастора пишут послание своим овечкам для церкви. И это является огромным благословением. Послание Александру Десоза, церкви Макае, Рио-Дыжаны. Возлюбленные братья и сестры, церкви Вискончи, Коста-Дусу, Ново-Ризончи в Макае. Мир Божий вам! Как хорошо вернуться, проводить богослужения в дома молитвы, даже что мы постепенно возвращаемся. Мы скучали друг по другу, и возможность увидеть друг друга, это всё ободряет нас. Но нам нужно не забывать, что пандемию мы ещё до конца не победили. Нам всегда нужно быть очень мудрыми, использовать маски в молитвах. Эта битва побеждается постепенно, но она ещё не закончилась. Богослужения возвращаются постепенно, и это необходимо, чтобы мы могли исполнить всё то, что определено властями. Но несмотря на то, что у нас не было богослужений в церкви, у нас были все условия, что мы продолжали быть в общении с телом Христом. Мы получаем богослужения на радио Манаим, предрассветные молитвы, социальные сети. Как Слово Божье говорит, мы ни в чём не имели недостатка. Мы получаем от Господа Слово Божье. Таким же самым образом, как это происходило у учеников в море Галилеевском, когда волны бьют лодку. Мы живём в такое же время, но мы видим, как Господь простирает руки, чтобы успокоилась буря. И эта буря не может противостоять силе Иисуса. Она уже успокаивается. Церковь исполняет свою функцию в молитве. И вскоре мы познаем полноту благодати. И имя Господне будет прославлено. Да благословит вас Господь. Мир Божий всем вам. Аллилуйя. Слава Господу. Мы подходим к концу этого богослужения. И мы исполним откровение Господне. Мы поможем с возложением рук. Это библейская доктрина. И Господь действует через возложение рук. Очень часто есть варианты в Библии, в тексте, когда Бог освобождал, исцелял, и имя Господне прославляется. Потому что есть действие Духа Святого, действие ангелов Господних в этой молитве с возложением рук. Давайте помолимся. Мы молимся к Тебе, Господь, взывая о силе крови Иисуса. И мы просим, чтобы руки Твои были простерты над всем народом Твоим, над церквями, где бы они ни были. Наши братья и сестры, друзья, откуда они бы ни участвовали. Да будет рука Твоя простерта, усматривая все нужды их. Много было молитв к Тебе, воззваний, мы знаем. Точно так же, как Бог Ты ответил на молитву Анны, Ты ответишь и на нашу молитву. Прими молитву нашу, нашу хвалу. И во имя Твое мы исповедуем, что благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да будет на всем народе Божьем, сейчас и вовеки. Аминь. Аминь, возлюбленные. Прежде чем мы закончим, мы хотели сказать вам, возлюбленные, что сейчас на экране есть QR-код и номер телефона для тех, кто за рубежом, чтобы за вас могли помолиться из-за рубежа, чтобы вам уделили внимание и вы получили полное благословение, которое Бога есть для вашей жизни. Также есть QR-код, который сейчас появился, который служит для того, чтобы вы поделились своим опытом, у вас было переживание, благословение или на других трансляциях, и вы хотите поделиться. Подключитесь через этот код. И в конце у нас есть номер телефона бесплатной горячей линии. Этот номер телефона для гостей наших из Бразилии, чтобы за вас помолились, чтобы вы принесли нужды ваши пред Господом. Пастор будет всегда в вашем распоряжении, чтобы услышать вас. Если вы почувствуете, что Бог проговорил к вам через духовные дары, вы хотите более глубокое переживание с Богом, позвоните, и вы получите ваше благословение. Завтра, возлюбленные, в пятницу у нас будет богослужение в это же самое время на YouTube, на канале Монаима. Богослужение, направленное на семью. Участвуйте. Мы научаемся вопрошать слои, мы практикуем это вместе с детьми нашими. Это является благословением. И в 21 час на YouTube, на радио Монаим, у нас будет программа, которая настолько радует нас. То, что мы видим, да, те благословения, которые и изливаются доктрина Божья. Это программа «Провозглашая вечное Евангелие». Завтра, в пятницу, в 21 часа по Бразилии она транслируется. Мы прощаемся и желаем всем вам мир Божий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова